Команда достаточно очень скучно играет, очень много примитивных защитников. Команда возрастная, вот еще надо отметить. Защитники достаточно медленные для современного хоккея, зачастую не успевают за атакой. Имея такую атаку в лице Радулова-Шипачева, команда играет очень просто в нападении. Вот это меня немножечко настораживает. А зачем показывать фееричный хоккей, если кубки берут команды, которые, как правило, застегнуты на все пуговицы, Серега? Ну, я, во-первых, скажу, что Акбар всегда так играл, и никогда такого остро-атакующего хоккея мы не видели. Тем более, Зитла Хайдарович пропагандирует такое именно больше от обороны, и где-то найти свои моменты, игра в большинстве. Я думаю, что все равно Акбар – это главный претендент от Востока, и мы увидим, как минимум, в финале их. Тебя смущает то, что смущает Андрей Васильевич? Меня вообще нет. Вот такие вещи, как возрастная команда, возрастные игроки, там все очень легко прогнозировать. Они постепенно-постепенно подойдут к плей-офф 100% самой той формы, которой нужно. Поэтому это вот если Магнитогор скидает туда-сюда, и неизвестно, как они подойдут к плей-оффу, то здесь для меня лично более понятно все. Ну, по-вашему, Акбар, по сравнению с прошлым финалом Кубка Гагарина, стал сильнее или нет? Я вот сейчас даже боюсь сравнить, потому что я все равно буду говорить за то, что возрастная команда и нету подпитки снизу молодых, которые бы давали бы энергию, которые бы давали бы такой драйв, которые бы давали бы конкуренцию, она влияет не очень хорошо на дальнейшее продвижение команды. И я думаю, что вот череда травм, которые преследуют Акбарс периодически, она может как раз сказаться ближе к плей-оффу, и здесь уже будет сложно латать, когда ты на это место будешь вызывать молодых, они будут не готовы. Я за это переживаю.